Мы продолжаем изучать разряды местоимений. Сегодня мы с вами рассмотрим указательные местоимения, вопросительные местоимения, неопределенные местоимения, неопределительные местоимения. Узнаем, какую они функцию выполняют в предложении. Зачем они нужны нам в предложении? Итак, первый тип, который мы начинаем изучать – указательные местоимения. Этот, этот, это, эту, тот, такой, там, тут, туда. Эти местоимения указывают на принадлежность чего-то. Вот эти местоимения «этот», «это», «это», «тот», они имеют род, число и изменяются по падежам. Например, «этот», «этот». В женском роде «этот», в среднем роде «этот». «этот», 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 «этот». И так далее. Вот, сейчас мы рассмотрим вот эту картину. На этой картине мы видим класс, который выступает на каком-то фестивале. Давайте составим, употребляя указательное местоимение. Вот мы составили, и у нас что получилось? Этот класс выступил на фестивале очень хорошо. Чей класс? Или можно задать вопрос, какой класс? Этот. И в предложении мы его подчеркиваем как определение, потому что он действительно является определением, так как отвечает на вопрос определением. Значит, этот у нас здесь является определением. Дальше. Ещё что можно сказать по указательным местоимениям, что указательные местоимения, некоторые из них, имеют число. Вот, допустим, этот во множественном числе, эти, тот, те. Значит, некоторые из них имеют род число. Дальше рассмотрим вопросительные местоимения. Все вопросительные слова, которые мы употребляем в речи, это вопросительные местоимения. Это какие же местоимения? Давайте прочитаем с вами стихотворение. Дети встанут, прибегут, сто вопросов зададут, тысячу вопросов. Сколько лет слоны живут? Кто был Ломоносов? Где течёт река Нева? А когда же спит Сова? Вот вопрос висит. Здесь вопросительные местоимения. Сколько? Кто? Где? Когда? Видите, в конце обязательно нужно поставить вопросительный знак. Значит, они нашу речь делают более богаче, более убедительнее, потому что мы же иногда выясняем какие-то вопросы. Дальше. Неопределённые местоимения. Это какие же местоимения? Ребята, если в предложении они выполняют роль подлежащего, то, значит, пишем местоимение в основном некто и нечто. Давайте приведём пример. Рассмотрим эту картину. На этой картине мы видим, как кто-то осторожно входит в комнату. Давайте с этим составим предложение. Кто-то осторожно входит в комнату. Нам нужно найти неопределённое местоимение. Здесь неопределённым местоимением будет кто-то. Мы задаём вопрос «Кто?» и отвечаем «Кто-то». Значит, здесь он выполняет роль подлежащего. Кто-то и нечто. Значит, можно предложение поставить как подлежащее, в роли подлежащего. Дальше. Неопределённые местоимения «Некто» и нечто образованы от вопросительных местоимений. Помните, мы с вами до этого разбирали кто-что? Прибавление суффика частицы «не». «Не», которая потом превратилась в приставку. Вот. Я вам прямо показываю. Значит, неопределённое местоимение «Некто», «Нежто», даже несколько, прибавлением вот этих, значит, слов. Дальше. Какой-то, где-то, когда-то, кое-то, прибавлением частиц «То», «То», «То». И в итоге у нас получились неопределённые местоимения. Что они обозначают? Они обозначают неопределённость предметов, неопределённость каких-то признаков этого предмета. Следующий разряд – это определительные местоимения. К ним относятся сам, весь, всякий, каждый, иной, другой, любой. Предложения чаще всего они выполняют роль определения. И эти местоимения, многие из них, изменяются по родам, числам и падежам. Например, если возьмём местоимение «весь», в женском роде «вся», в среднем «всё», «всяке», «всякое», «всякое» и так далее. Давайте рассмотрим эту картину. Что мы видим? Мы видим густой лес. Мы видим густой лес, большие могучие деревья. И они очень большие. И на этих деревьях видны тоже веточки. И мы попробовали составить предложение, употребляя определительные местоимения. У нас получилось «каждая веточка этого леса беседует со мной». Действительно, когда куда-то уезжаешь, потом приезжаешь в свои родные места, обязательно этот человек приходит на любимое место. И он беседует с этим деревом. Здесь у нас веточка «какая?» «каждая вопрос какая?» И он выполняет роль определения. «Каждая какая?» «Каждая» у нас будет определительным местоимением. Мы определяем, что каждая веточка с нами беседует и разговаривает. Итак, мы с вами узнали, что такое местоимение, какие местоимения употребляются в нашей речи. Еще раз давайте повторим указательные местоимения, вопросительные местоимения, неопределенные местоимения и определительные местоимения. Местоимений в языке немного, ребята, но они часто встречаются в речи и выполняют очень нужные, важные функции. Местоимения делают нашу речь более выразительной, краткой и лаконичной. Продолжение следует...